МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте. Несчастные случаи на производстве и ситуацию с мигрантами в Белгородской области обсудили в администрации Староскольского округа. Число ЧП на предприятиях региона за два года ощутимо выросло. Однако дело не только в стремлении работодателей экономить на сотрудниках и несоблюдении техники безопасности, но и в атаках ВСУ по промышленным объектам. Подробности в нашем материале. На 25% вырос производственный травматизм Белгородской области. Если в 2021 году в регионе зафиксирован 51 случай, в 2023 уже 74. Причём 52 – тяжёлые, а 15 – со смертельным исходом. Анализ показал, что падения с высоты стали лидерами антирейтинга. Меньше всего, согласно данным инспекции по труду несчастных случаев, в результате обрушений и обвалов. Слевому признаку, представленному на слайде номер два, традиционно уже несколько лет подряд антилидером является сельское хозяйство, где произошло 15 несчастных случаев. Затем обрабатывающая промышленность и строительство. Произошли несчастные случаи в организациях ООО «Магистр Старый Оскол», ООО «Бобравский Рокетянский район», ООО «Скороднянский» Губкинский район, ООО «Рео номер 3» Город Белгород, ООО «Комбинат Кмаруда» Губкин. Один из основных факторов роста производственного травматизма в приграничье – налёты Украины. То есть это травмы люди получили в результате обстрелов, атак дронов «Камикадзе» и так далее. Для сравнения, в 2022 году произошёл только один несчастный случай в результате подобных происшествий, то в 2023 году, как вы видите на слайде, уже 17 несчастных случаев. И за первый квартал этого года, к сожалению, также имеются повреждения здоровья. Мы зарегистрировали 4 несчастных случая, из которых 2 человека погибло. Это ещё без учёта незавершённых расследований 10 несчастных случаев, в которых 4 работника погибли. Не способствуют снижению травматизма на производстве и экономия на людях? Непростая ситуация на рынке труда, связанная с недостаточным количеством квалифицированных кадров. В связи с этим повышение физической нагрузки на работников, в связи с возложением на них дополнительных обязанностей, кроме выполнения основной работы, оптимизации профессии и должностей на предприятии. Говорили и о трудовых мигрантах. Сейчас законодательство в отношении приезжих становится строже. Если иностранный гражданин, который осуществляет трудовую деятельность на основании патента, не подал в течение двух месяцев с момента получения патента уведомление о заключении трудовых отношений с работодателем, следовательно, данный патент аннулируется и признаётся недействительным. Здесь на работодателей косвенно возлагается ещё одна обязанность по контролю за подачей иностранными работниками соответствующих уведомлений. Ответственность за мигрантов во многом на тех, кто принимает их на работу. За прошлый год выявлено около 600 нарушений законодательства, совершённых работодателями. Борис Ульяненко, Павел Казакевич, Елизавета Очкасова, 9 канал. Помощь ближнему. Фонд поколения Андрея Скотча много лет оказывает всестороннюю поддержку жителям Белгородчины. От медицины до строительства детских площадок и ФАПов. С началом СВО добавилась и новая категория граждан, кому нужна помощь. Это вынужденные переселенцы, которые покинули свои дома из-за угрозы жизни. Только с начала этого года уже доставлено 12 тонн гуманитарного груза тем, кто в этом нуждается. Очередная партия поступила в пункты временного размещения в Старом Осколе. Одежда, предметы личной гигиены, бытовая химия. Покидая свои дома из-за угрозы жизни, захватить всё необходимое невозможно. Обустроить временный быт на новом месте помогают неравнодушные люди и организации. Одним из первых в работу включился фонд поколения Андрея Скотча. Сегодня Староскольская территория – самый крупный центр по приему нашего населения. Здесь более 2,5 тысячи человек проживает. Из них достаточно большое количество детей. И вот сегодня здесь доставлено 4 тонны груза. Он очень разнообразный, этот груз. Сегодня здесь 4,5 тысячи наименований. И особенность, как и прошлый раз, и сегодняшний раз – это вся помощь адресная. То есть для каждого человека, который нуждается в том или ином ассортименте, здесь собрано и подобрано по размерному ряду, по той номенклатуре, которая именно необходима человеку. Один из пунктов приёма гуманитарной помощи открыт на базе СТИ МИСИС. Николай Кузьмин, студент политехнического колледжа, как только узнал, что требуются волонтёры для работы в нём, сразу же пришёл. Мы должны помогать. Оно может коснуться нас. Нам тоже нужна будет помощь. Работу по сбору гуманитарки здесь ведут с первых дней специальной военной операции. Изначально работали для сбора гуманитарной помощи военным участникам СВО. Сегодня и в прошлом году работаем для эвакуированных жителей из приграничных районов. Очень много обращений поступает из пунктов временного размещения. Мы организованно собираем помощь по указанной потребности. Много людей звонят. Некоторые люди звонят, проживающие на квартирах, которые не могут самостоятельно добраться до пункта. И наша группа волонтёров передаёт им необходимые вещи, привозим домой. В этот раз, помимо одежды, бытовой химии, детских игрушек и средств личной гигиены, фонд «Поколение» сделал упор на сезонные потребности. Здесь огромное количество одежды. Более полутора тысяч различных наименований. В том числе одежда для детей, обувь, различные предметы личной гигиены, оргтехника. Мы учитывали не только определённые запросы людей, но и мы предусмотрели на перспективу. Здесь присутствуют и вентиляторы, и рецикуляторы, которые будут на тепловой режим влиять. Неоценимая помощь, которую нам предоставляет фонд «Поколение». Всем нам, нашим землякам и жителям. Очень рады всегда получать помощь. Большая потребность на эту помощь. Четыре тонны гуманитарного груза студенты-волонтёры разберут буквально за пару дней и доставят в пункты временного размещения. Анастасия Иконникова, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал. Подъёмы, шпагаты, обрывы, балансы, вращения и настоящее цирковое бесстрашие, пусть и без купола. Староскольские воздушные гимнастки показали чудеса эквилибристики под потолком торгового центра. Воспитанницы детской цирковой студии «Юность Оскола» выполняли номера на кольцах и полотнах на высоте трёх метров. Репортаж Анастасии Проурзиной. Даже самые юные воспитанницы студии ловко и бесстрашно взмывают ввысь по воздушному полотну. Настоящий танец в воздухе. Сила мышц в сочетании с грациозностью хореографической постановки – в этом вся красота воздушного эквилибра. Все элементы гармонично соединяются в связке. Движения легко ложатся на музыку. Восемнадцатилетняя Мария Фаустова в цирковую студию пришла четыре года назад вместе с подругой. Искусство эквилибристики заворожило девушек. Теперь воздушные гимнастки участвуют в соревнованиях и фестивалях, в том числе и всероссийского масштаба. Мария мечтает стать тренером и обучать юных артистов мастерству воздушной гимнастики. Сегодня я выступлю с номером «Восточные мотивы», где у меня будут достаточно сложные элементы, такие как обрывы, балансы и силовые. Просто непереодаваемые эмоции. Такого нигде я еще не испытывала. Девятилетняя Василиса Полешко цирковому искусству учится с трех лет. Хотя высота и пугает, чувство полета признается Василиса сильнее. Чувствую немного страха и то же самое наслаждение. Как бы, например, возьмем вот этот красивый элемент, качалочку. Ты залезаешь тяжеловато и страшно на высоте, а потом, когда слетаешь, ветерочек такой дует. Ты смотришь и представляешь, как это все выглядит красиво со стороны. Сейчас в цирковой студии занимаются 20 девчонок. Мальчишки, как правило, не задерживаются. Виктория Масонникова, руководитель студии, в прошлом воздушная гимнастка. Работала в Росгосцирке, выступала за рубежом. Теперь уже почти 10 лет делится опытом с юными артистами студии. Сама шьет костюмы, готовит выступления, подбирает музыку, делает макияж и меняет реквизит между номерами. Научить ребенка, это же тоже своего рода волшебство получается. Просто так ребенок пришел с улицы, ничего не умеет. Он загорелся. Но поддержать этот огонь нужно уметь. Можно просто одним словом все перерубить, и ребенок не будет ходить. Раз полез, ничего не получилось. Два полез, ничего не получилось. А на третий день пришел, получилось. Да радость-то какая. И хочется еще, а потом еще и в костюмах. Недавно детская цирковая студия «Юность Оскола» вернулась с Всероссийского фестиваля «Новые течения». А в мае девушки отправятся на соревнования Кубок Вальсет в Москву. Увидеть чудеса аквилибристики в исполнении юных артисток можно на городских фестивалях летом. Анастасия Проурзина, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал. Практическая магия в Староскольском шахматном клубе. Наш город принял областной турнир «Магия шахмат», организованный инициативными родителями из Белгорода при поддержке Федерации шахмат области. «Магия шахмат». Областной турнир по быстрым шахматам год назад организовали белгородцы. Но безопаснее его сейчас проводить в Старом Осколе. Президент региональной федерации шахматного спорта приехал поддержать освоение новых площадок и привез на игру сына. «Благодаря еще родителям, которые неравнодушны к шахматам, чьи дети тоже занимаются, мы проводим турниры, можно назвать его коммерческим, благодаря как раз вот этот турнир, который сейчас идет. Это один из родителей города Белгорода был инициатором вместе с тренером». Сергей Козлов, организатор «Магии шахмат», сам не шахматист, но мечтает о высоких достижениях сына. Признается, что идея турнира родилась из желания помочь ребенку чаще соревноваться. Серии встреч проходят каждый сезон. Из оригинального решили, что все участники должны быть в белом, как символ Белгорода, белого города. «Я сам вообще не шахматист. Как фигуры переставляются, знаю. И сделано это было скорее для того, чтобы было понимание моего сына, как дальше жить». Турнир помогает спортсменам приобрести не только ценный опыт, но и денежные призы. Поэтому отбор участников происходит по уровню рейтинга Федерации шахмат России. Самый высокий рейтинг у тренера из Белгорода Евгения Егорова. Свою первую партию он сыграл более 40 лет назад. Уверен, эта игра формирует логическое мышление, помогает развитию мозга с юного возраста. «Бытует такое мнение, что шахматисты все раскладывают по полочкам в жизни, все планируют. Мне кажется, это все индивидуально, но база закладывается для этого». Сам мастер относит шахматы к искусству и готов даже пожертвовать результатом ради красивой игры. «Раньше зарождалось это как игра, как развлечение, потом с появлением сильных шахматистов, теории дебютов, теории шпилей. Все это развивалось, получало такую научную основу. Сейчас это скорее спорт, причем очень демократичный спорт. Массовые играют, как у нас в турнире маленькие малыши и дедушки, за одним столом бьются. Для меня лично это все-таки больше искусства. Я люблю красивые комбинации, сыграть цельную партию, какую-то провести идею. От этого страдают спортивные, конечно, результаты, но не в деньгах счастья, как говорится». После победы на турнире Евгений Егоров скромно заявил, что выиграть некоторые партии ему просто повезло. «Наверное, это тоже магия шахмат». Ирина Калашникова, Павел Казакевич, Елизавета Ачкасова, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. Юго-восточный ветер несет в старой осколы Губкин потепление. По данным гидрометцентра, в четверг, 25 апреля пасмурно. Ранним утром столбики термометров остановятся на отметке плюс 14 градусов. Возможно, ненадолго выглянет солнце. Днем и вечером около 20 выше ноля. Ночью температура воздуха опустится до 16 со знаком плюс. Убывающая луна, магнитное поле спокойное. Атмосферное давление в норме. 744-746 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин